Ребят, всем привет! С вами Гару. Продолжаем мы нашу серию небольших гайдов вместе с Киришу, посвященную разным классам Blade & Soul. Киришу рассказывает о их умениях, особенностях, ну а я вот по ходу дела показываю, задаю ему нудские вопросы, на которые он старается ответить. Так, Кириша? Да, всех приветствую, друзья! Да, как вы уже поняли, наверное, сегодня речь пойдет о Blade Master, и именно о нем мы собирались поговорить. Ну, давай, чтобы не затягивать, начнем. Blade Master, LKM, левая, то есть мы рассказываем прежде всего о умениях этого класса, Киришу рассказывает, как их применять, по какой ветке качать, ну и в целом так по ходу дела немножко касается всех аспектов игры за данный класс постепенно. Так вот, Blade Master, самое первое умение, которое вот мы получаем, как вы видите, да, это LKM, левая кнопка мыши, он же ветер называется. Я смотрю, он прям по тремашкам, веточкам качается в итоге. Ну, и самая эффективная ветка из скилла ветер, это третья ветка, используется в основном в PvE, а на 50-м патче, уровне где-то на 62-м, используется и в PvP. Плохо. А почему так? Объясняю. Вот ветер по третьей ветке, он регене 2 ЦИ, а если кританет, то 3 ЦИ. И просто вот вы полоснули по своему противнику 2 раза ветром, а у него анимация быстрая, и у вас 6 ЦИ, больше пол столбайс, у вас было 0, и вы можете продолжить делать все, что хотите. То есть нехватка по ЦИ просто отпадает. Хорошо. А также я смотрю, что у нас еще есть на LKM. В целом выпад из стойки небес условия LKM. Ну, значит, выпад используется в PvE по первой ветке, потому что дает крит шанс на 5% повышает вроде как, да? Шанс крита 5% на 3 секунды. При критической атаке доступен прием быстрый клинок. Да, то есть крит шанс повышается, а в Ани Кэнселе, который вы используете в PvE, это довольно-таки классно. То есть Ани Кэнсел там представляет о себе, что это выпад и жестокий удар, и они чередуются друг за другом, прерывая анимацию друг друга. Понятно. А в PvP используется вторая ветка на стан. То есть лишний стан никому не повредит. Минус 50% скорость. Вот, я смотрю, вторая ветка. Ну, в основном используют прокачку на 3 поинта по второй ветке. То есть оттуда главный стан получить, а то, что там скорость, не скорость, это уже никого не волнует. Оглушение на 2 секунды, вот, я смотрю. Отличная штука. Окей, едем дальше. Что нам еще доступно? Быстрый клинок. Быстрый клинок, у него прокачки нет. Что это за умение? Быстрый клинок, это я так понимаю... При критической атаке приемом выпад условий использования. А, ну это как бы подвет... как это? Со скилл ветра. То есть там ведь несколько скиллов нет. Если вы побьете, то там они заменяются друг на друга, вот так вот. И это вот... Оно и есть, короче. Это можно отнести к ветру. Также на ЛКМ нам доступен ритуальный меч. Перемещение за спину врага при попадании по врагу со спины. Оглушение на 2 секунды. Условия использования во время ускорения, затяжного прыжка или парения. Ну да, этот скилл в основном используется, чтобы начать бой с квик-гонга. Вы прыгаете на противника и сразу же начинаете со стана и подкидываете воздух. То есть... Хорошее начало. Отличное. Можно охарактеризовать. Также у нас доступен некий пламенный вихрь на ЛКМ. Несколько раз, 4 в скобочках, наносит 28-35 единиц урона. После использования макс ускорения действия боевого приема укол, макс ускорения действия боевого приема расчечения небес. В общем, условия использования при успешном блоке в стойке воина, при успешном отбрасывании в стойке воина, смена стойки. Становится активна стойка воина. Такое вот... Ну, значит... Две ветки у него. Да, ну, значит, у него две ветки. Значит, затронем ПВЕ. ПВЕ в основном используется либо первая ветка, прокачанная на 2, либо третья ветка, прокачанная на 3. Этот скилл используется как реген Чи у нас. Ну, такой мейн реген Чи. То есть, что вы делаете? Вы ловите удар босса в отскок или в блок, даете вихрь, и у вас есть такой замечательный скилл, как укол. Либо же... Все ЦИ вливаем в укол и дамажим, либо же переходим в стойку квик-дро, и... а не канцелим ЛКМ по КМ. То есть, жестокий удар и выпад. Ну, а почему по первой ветке? Вот, расскажи разницу между ветками. В первом я смотрю случай восстановления 5С с 5 секунд, ЦИ за 15. Что-то я не очень понимаю. Как-то формулировку. Но, скажем так, восстановление ЦИ 5. А в этом восстановление 3С. ЦИ за 9. Но при этом еще повышение уровня агрессии, сопротивление урону негативным эффектам. Ну, первая ветка просто элементарно ЦИ больше регенит, нежели вторая. А вторая это именно для агро. Для набора агро, что-то получается. Да, да. Для набора агро и для ПВП. Она используется из-за как раз то, что вы сказали. Сопротивление урона негативным эффектам. Да, сопротивление урону. Но это считайте у вас инвул. То есть после блока, например, тот же Ассасин кинул вас Сюрикен, да? Вы поймали его в блок. И он, например, как-то к вам телепортируется в инвизе, да? Вы нажимаете ЛКМ, сами в инвуле, и можете его попробовать выбить из инвиза. То есть полезно. Ты, кстати, видел мою ПВП с мастером Уцок? Нет. Пошли не видел. Надо, надо послушать какие-то твои впечатления. Хорошо. Едем дальше. Что у нас еще? Буран. Скилл Буран. У него в условии используем подбрасывание врага в воздух, стойка воина. Урон огнем, я смотрю. Так, шанс уклонения плюс сто процентов. Ну да. Есть такое дело. Это вот вы подкидываете своего оппонента в воздух, и сразу же у вас открывается либо ЛКМ, то есть буран, либо же ПКМ, танец. Небесный танец, по-моему, называется. Да. Вот. Да. То есть это, в принципе, одинаковые скиллы, только разность у них, разность, разные они по урону. Вот. И вы наносите своему противнику дамаг в воздухе, как-то так. И обеспечиваете последующий выход на вознесение, оно вроде называется, да? Да, есть такое. Вот. После Бурана. Значит, на вознесение или на повергание, на свержение его. То есть после них используется вознесение и свержение. Свержение, причем, я смотрю, даже прокачивается, в отличие от других. Но интересно, что, несмотря на то, что он называется Буран, урона огнем он наносит. Вознесение не имеет атрибута никакого. А вот небесный танец — это молния. Кстати, это вообще влияет на что-то вот эти вот значки? Вот именно урона стихий? Да. Сейчас урона стихий не реализован в полной мере. То есть корейцы сейчас допиливают, допиливают. То есть даже на Корее, по-моему, он целиком не реализован, вот этот урон стихий. Поэтому. Хорошо. И последнее умение на ЛКМ — это некий выпад хранителей из стойки небес. Можно использовать во время действия крыльев духов. Ну, это варлок кидает свой спиритизм, и у вас активируется усовершенствованный такой выпад с некислым уроном. То есть хорошо им подамажить ПВЕ, если что. Хорошо. Давай вернемся теперь к ПКМ. Про укол ты уже упоминал. А по какой ветке укол качается? В основном по первой. По первой. Макс ускоренит действие боевого приема. Я вот смотрю. Или он до легендарно даже качается. Первая ветка у нас обеспечивает максимальный урон, максимальную скорость. А если вам нужно как-то агрить боссу, то в ПВЕ можно качнуть по второй ветке. Хотя это чисто ПВЕ-шный скилл. По второй ветке качнете, и будете еще увеличивать агрессию боссу. А по третьей ветке он становится, я смотрю, другим скиллом. Сечение небес некое. Перевод 10% нанесенного урона в ХП. Ну, вот именно по третьей ветке прокачка, на мой взгляд, бесполезна. Первые две лучше. Точнее, первые лучше. Как-то так. Хорошо. А жестокий удар? Он тоже качается по трем веткам. И последняя ветка это пламенный клинок. Тоже ПКМ. И стойкий небес. Ну, жестокий удар у нас... Его можно, в принципе, вообще не прокачивать в ПВП на 45-м контенте. Или прокачивается он на единичку, чтобы при критее регенило одно ци. Плюс, хочу заметить то, что этот скилл ваш основной урон. Как в ПВП, так и в ПВЕ. То есть вообще не прокачивается, но в то же время основной урон? Ну да. То есть, его имеет смысл прокачивать по первой ветке в ПВЕ. Ну и то это не обязательно. Потому что он откатывает блик на одну секунду. Ну, это незначительно. А вот тут достаточно на второй ветке интересные вроде плюшки против защищающегося врага оглушения на 2 секунды. Боевые приемы у защищающегося врага недоступны на 8 секунд. Проблема в том, что откат 24 секунды и вам в стамлоке просто элементарно дамажить будет нечего. Вот оно вообще. А Пламенный Клинок вообще не интересен, да? Пламенный Клинок не интересен, да. Потому что у него кулдаун 1 и 2 секунды и анимация слишком долгая. Просто вот эта анимация. Если бы ее не было, то еще можно было как-то подумать. Но анимация вообще не в кассу. Хорошо. Такой вопрос тебе задам. Кстати, надо было, конечно, сразу разобрать. А что за стойки? Что за стойка воина и за стойка небес? Расскажи мне. Ну, значит, у Блэйдмастера есть 3 стойки. Первая стойка – это вот фехтование. То есть при ней активируются одни скиллы. Ну, точнее, доступные. Вторая стойка – квикдро. Стойка небес она там называется, да? То есть в ней доступны такие скиллы, как пятиударник. Ну, пятиударник БМовский доступен. Также доступен выпад и доступен жестокий удар. И третья стойка – стойка фантома, при которой вам доступны еще 4 скилла. Какой стойке на мечи за спиной летает? Вот, стойка фантома. А, все самые известные, наверное. Ну, красочно. То есть у вас нижняя панелька скиллов меняется совсем. Там 4 новых, 4 других совершенно скилла, которые используются вариативно. А в группы как они переключаются? Быстро? Стойки, да. Если брать стойку фехтований, стойку небес, то вы можете переключиться практически в любой момент, если у вас есть СС, Ку или, например, молния. То есть в любой момент можете переключиться, они, как правило, взаимочередуются постоянно. А вот стойка фантома, у нее откат аж минута, поэтому ее использовал бой, когда надо, и потом сидишь, ждешь, даже на нее не рассчитываешь. В ПЛП она вообще применяется на аренах, в турнирах. А фантом? Да. Ну, конечно, применяется. Фантом вам дает выход на некислый такой урон. Вы, может быть, видели, когда мечи Блейдмастера падают сверху, так вот, в зону, и наносят просто сумасшедший урон. Плюс есть щиты от дистанционных атак, есть щиты на регенцы, есть ослабление дистанционное, ну, в принципе, все. И выход на Z-ку это просто урон. Угу, хорошо. Ну, продолжим. Свержение. Вот ты про него уже упоминал, вот ты насмотрю, она качает его вообще? Опрокидывание врага на 2 секунды. Нет, его не качает вообще. И использует его в основном, чтобы заинвулить какие-то удары. Например, молоток катавода, который, к сожалению, пробивает вознесение. То есть, кидают ПКМ, и он инвулит. Все, что у вас летит. Как-то так. Вспышка молнии ПКМ во время затяжного прыжка и парения. Ну, это то же самое, как ЛКМ. Можно начать с него бой. То есть, как делают вообще прошаренные Блэйдмастеры. Они кидают удочку в воздухе и приземляются ПКМом. И, собственно, это 2 секунды стана противнику. И можно успеть пропихнуть молнию и подкинуть воздух. Ну, про небесный танец мы уже говорили. Далее у нас кнопочка F. Топот. Три ветки. Причем... Не качается. Не качается вообще, да? Я смотрю, 2 и 3, причем он становится какой-то молнией. А почему не качают? Что вообще скил делают? Ну, это когда ваш противник в опрокинутом состоянии, вы нажимаете F, топот, и регените Ци. А по второй ветке, если он лег в контратаку, то вы можете ее пробить и нанести урон. Ясно. Но блэдмастеры этим не пользуются. В основном это мастеры клинков линов вот этим занимаются. Потому что у них на этом скилле, вот если брать вторую ветку, да? У них там еще регенцы просто сверху, а у нас такого нету. Ясно. Окей, скилл Блик. Про него я уже читал. Откат его уменьшает. Я смотрю, он по трем веткам качается. Насколько вообще важный скилл? При критической атаке в стойке небес она активируется. Да. Ну, тут на самом деле как вам повезет. Если у вас критонет три Блика, то есть максимум их можно завязать три раза. Если у вас идет крит, то вы можете еще раз завязать. Как-то так. И если у вас критонет три Блика, то это где-то 15-16 тысяч урона. Ну, на том же сейчас, на альфа-сервере RU, когда у вашего противника приблизительно где-то 25 тысяч хп, где-то так в среднем. То есть это, считайте, пол лица вашего противника просто отправляется в никуда. Значит, третья ветка не качается, она бесполезная. То есть это лишний блок, но зачем вам блок, если у вас есть блок соединица. Это непонятно, зачем корейцы ее ввели. Вторая ветка не качается, слишком долгий откат. У нее 45 секунд. Ну да, вместо 24 это сурово. А вот по первой ветке, это уже другой разговор. Тут все весело. То есть по первой ветке, если ее и брать, то брать на три поинта. И кидать ее в основном надо по застаненной цели в станлоке. И тут такой дополнительный урон никому не повредит. Или можно, например, убежать от вашего противника, просто кинув этот блик в сторону. Он как бы не по таргету он бьется, а по области, я бы так сказал. И можно как-то убежать от него и еще чего-нибудь сделать. Как-то так. Хорошо. Подбрасывающий удар по двум веткам он прокачивается. Эффективная только первая. Потому что вторая ветка на масс-подброс никого никогда не интересовала. А вот по первой ветке тут уже у нас есть свои тонкости. Если вы качаете этот скилл на три, то у вас есть дистанционный подброс. То есть, допустим, вы ослабили своего противника, допустим, цешкой из фантома. Ну, то, что я говорю, дистанционная слабость, да. На жалевку он подлетел в воздух. Если он там на расстоянии. И вы можете небесным танцем до него дойти и провернуть аэрокамбу на расстояние, грубо говоря так. Серьезно. Хотя я вот не вижу, чтобы дистанция менялась. Три метра она все время. Нет, нет, нет. Там вот на три поинта, если по первой ветке смотреть, то там вот... Как это тут? По-английски-то написано, take flight, available with flock of blades. На по-английски. Как по-русски, я там не знаю. Ну, по-русски. При использовании приема клинуклеиванной доступен боевой прием подбрасывающий удар. Вот, собственно, все. Окей. Ковырок назад. Ну, F-ка. Ну, это обычная, я так понимаю. Эвейт. Состояние прокидывания, ослабления и обморока. Бег под раконьим тропом. Тоже стандартная штука. На тап. Вот. Тап. Рассечение луны. Первое умение. Две ветки. Да. Значит, в ПВЕ рассечение луны можно прокачать по первой ветке. Правда, на три надо качать. Ну, тогда у него откат появляется. Перезарядка вместо нагрева и 12 секунд становится. А, ну, она всегда так, если вообще его качать. По первой. По первой ветке. Ну, тут понятно. Тут урон. Все, в принципе, понятно. Повышенный. А в ПВП в основном качают по второй ветке. Лишняя слабость. Лишний контроль. Никому никогда не помешал. А что вообще делает слабость? Ну, значит... Ну, начнем с того, что в Blade and Soul у нас... Сейчас скажу. Стан. Значит, есть где-то 5-6 видов контроля. То есть, первый это у нас стан. Оно понятно. Второй вид это у нас... Прокрыдывание, захватку с мастера. Слабость. Потом удержание. Удержание у кунфу-мастера. Потом заморозка. Вашего противника. Там есть замораживающие бомбы. И захват к гестра или ЛСМ. Ну, 6 видов, я вроде досчитал. Может быть, кто-то со мной не согласится, но это 6 видов. А доступные 3 вида контроля. Это опрокидывание, слабость и стан. То есть, чем они отличаются? Из стана можно выйти только эскейпом. Только эскейпом, который вы прокачиваете. То есть, тот же тап у Блэйдмастера. Из слабости можно выйти эфкой. Кувырок назад. И так же антистаном. А при опрокидывании там уже совершенно другая пухня. То есть, это я там потом расскажу, может быть. А что именно сам все эффекты ослабления делать? Персонаж двигаться не может или что? Да, персонаж не может двигаться. То есть, это сродни стану, но из ослабления больше выхода. Вот как-то так. Удобно. Как минимум заставить противник слить какой-нибудь эскейп. Ну да. Или эфку, вот как раз. Хорошо. Избавление. Аж три ветки качаются. Тоже тап? Ну, тоже. Я бы сказал, что это такой же тап, как и у дестора. То есть, эффект такой же совершенно. Первая ветка это выход из захвата. Ну, из любых видов контроля. Вторая ветка бесполезная на отталкивание. А третья ветка выводит из опрокидывания стана ослабления и ослабляет противника на 2 секунды. По какой же его качают? Ну, это все зависит от того... С кем дерешься? Да, с кем дерешься. Например, против кота лучше взять по первой. Если он вас взял в захват, то есть, ну, кот на вас сел, да, то лучше как-то быстренько убежать от него. Выйти и убежать. А вот, например, против Блэйдмастера, КФМ, Осина лучше взять по третий. Слабость как бы решает иногда. Хорошо. Единичка. Нас же пресловутый блок. Прокачивают ли Блэйдмастер и блок? Конечно. Первая ветка это удар по оружию, я смотрю, меняется. По какой же ветке его качают? Его качают... Если брать реалии 45-го патча, то в основном по второй. Потому что если противник попадет в первые 0,5 секунды блока, то он получит стан. Ну, это надо очень четко контролить, я так понимаю. Плюс еще перезарядка уменьшается до одной секунды, я смотрю. Так, у нас 2,5... Ой, 2 секунды, потом 2,5, потом 1... Да, 1 секунда. И в основном этот... Ну, по второй ветке его качают на 2, потому что... Ну, на 3... Ну, у вас появится отхил, но он такой будет мизерный, то что... Несерьезно. Да. А если вам нужен такой отхил, такой вот, чтобы быть живучим БМом, таким прям вообще матером, то это вы берете блок по третьей ветке, который за каждое попадание в ваш блок регенит вам 1% ХП. Ну, это ПВЕ какой-нибудь, так скажем, билд с агрессией, отхилами. Нет, 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 нет. Я бы сказал то, что это ПВП все-таки прокачка. ПВП все-таки? Да, да. Потому что, например, на 50-м патче про вторую ветку забывают все БМ, все качают ее по третьей. Угу. Интересно. Вообще все. До легендарной прокачки. Потому что там еще и щиты на инвулы появляются. Ну, на 45-м патче этого нет. Плюс, он очень полезен, этот блок против Котовода. Реально надо жить. Вот вам просто... вам просто вот... не надо его контролить, вам надо жить. Вот это вот вообще идеально. Хорошо. Пинок просто на единичку. В состоянии захвата пленения. Ну, я думаю, понятно. Может ударить своего противника и носить урон. Удар по ногам аналогичный в состоянии опрокидывания. Вторая кнопочка. Это рывок. По двум веткам он качается. Причем по второй ветке он становится серией порезов в стойке воина. Все это применяется. Ну, значит, что я могу сказать. Этот скилл, рывок, это ваш основной стан. Вот в пвп, это ваш основной стан. Вы с него, как правило, начинаете контроль. Значит, качается он по первой ветке. Потому что второе что-то оглушение не вижу. Да. По первой ветке на два. В будущем, когда уже будет больше очков, можно качать на три. То есть запретить еще скиллы передвижения вашему оппоненту. Типа вот того же рывка. И как бы это полезно. Вторая ветка вообще не используется, честно сказать. Она просто бесполезна. И как в пвп, так и в пве. Совершенно не понимаю, почему корейцы ее там еще не переделали. Единственное, что в пве используется прокачка не на два поинта, а на один. Три цивы регенем и шесть секунд откат. То есть хороший скилл с регеном цива. Но он стан не дает. А пве? Ну, станут такое. Хорошо. Натиск качается по двум из стойки небес. Ну, значит, натиск. Для пве качается по первой ветке на два. Или вообще не качается. А вот для пвп... А вот пвп качается на два. Как минимум на два по второй ветке. Что этот скилл из себя представляет? Он продолжает любой контроль на две секунды. Любой контроль. То есть мы повесили стан и еще потом дали какой-то удар. А потом еще натиск. И он опять продолжает стоять. Да, и он в стане стоит, отдыхает. Круто. Единственное, что он продолжает не только стан. Он также продолжает и опрокидывание, и слабость. То есть в итоге можно получить, как основная комба Блэйдмастера такая вот. Вы кидаете удочку, даете рывок безнаказанно, даете молнию. Сразу же... Как она там называется на русской локализации? Натиск. Натиск. Да, натиск даете. И начинаете дамажить жестоким ударом. Три секунды контроля у вас как минимум есть. Сильно. Слушай, прям вообще как-то очень жестко контроль. Спасение бегством на двоечках. Состояние подавления, захвата и пленения. Ну, вот все в целом понятно. На троечке у нас подсекающий удар из стойки воина. Качается аж по трем веткам, причем по третьей он превращается в рассечение земли. Там меняется зона, по которой он применяется. Ну, значит, в ПВЕ уже на 50-м контенте можно прокачать по третьей ветке. То есть, это лишний урон по опрокинутой цели. Ну, и кидать ее на опрокинутой цели, соответственно. Ну, лишний урон, оно и понятно. А в ПВП тут уже зависит от вашего противника. В основном качают на один поинт, чтобы увеличить радио с трех метров до пяти. Ну, понятно. То есть, дальше бьем, можно на большей дистанции законтролить вашего оппонента. А прокидывание на плюс одну секунду тоже хотелось бы. Ну, это уже все зависит от ваших скиллпоинтов. Сколько у вас их и как ограничено. Хорошо. Режущий клинок, еще один скилл на троечку и стойкий небес. Ну, да. Две ветки. Тут уже вариация. Значит, ПВЕ ветка, это вторая ветка. Оно понятно. Там увеличенный урон. Если прокачать на три, то еще резист имеется на ней. Вроде как. И плюс кулдаун мешается. А вот в ПВП, тут уже все зависит от вашего стиля игры. Это первая ветка, как несложно догадаться. Осложнение на две секундочки. Да. То есть, качается либо на два, либо на три. На три прокачка. Это вы ослабляете противник и сразу же подкидываете его в воздух. То есть, автоматом этот скилл подкидывает у вас в своего воздуха. Я, например, играю с прокачкой на два. То есть, я ослабляю своего противника и продолжаю стонлок. А зачем на три, качает на три? Ну, чтобы отправить вашего оппонента в воздух. И после того, как он приземлится, ну, как там, какие-нибудь танец, небесный танец, там, вознесение, он приземлится и как-то потом продолжит его контроль. То есть, вот, два разных стиля. Окей. Ответный удар. На троечку это состояние опрокидывания, такой вот, контратак своеобразное. Хорошо. На четверке. Молниеносный удар. Аж четыре различных ветки прокачки, правда, это легендарные. Без легендарных всего три, я так понимаю. Да, ну, значит, на мой взгляд, на сорок пятом патче самая эффективная прокачка это по третьей ветке. Ну, по третьей ветке, да, да, легендарный. Увеличен урон, ну, двойной урон по застане на ослабленной цели, как бы понятно. Он может выстрелить там что-то приблизительно шесть с половиной тысяч критом, когда у вашего оппонента двадцать пять. Ну, понятно, как бы. Ну, это основной скилл для нанесения урона по законтрольной цели, я так понимаю. Ну, один из основных. Да, один из основных, да, я бы сказал. А если брать реалии 50-го патча, то все качают, будем качать этот, молниеносный удар по второй ветке. Там у нас появляется такая пентаграмма веселая, которая потом дотает еще пять секунд. Или по первой ветке. В течение восьми секунд наносит сто двадцать восемь, сто шестьдесят единиц урона молнии. Либо же по первой ветке, правда, он там будет у нас с минутным откатом. Нет, тут что-то не меняется откат по первой ветке. Это в следующем патче просто ее меняет. И она, как бы, все берут в пвп именно по первой ветке с минутным откатом. Элементарно потому, что ее можно дать, во-первых, там урон будет повышенный, там, если не ошибаюсь, то десять тысяч можно закинуть с этой молнией. И еще один плюс в том, что она дает двойной урон по опрокинутой цели. Ох, вообще жесть. Ладно, едем дальше. На зетке у нас бросок клинка. По двум веткам он качается. Ну, значит... Это та самая удочка? Да, это самая вариация, я бы так сказал, даггера. То есть, по второй ветке у нас она превращается в удочку. Притягиваем цель. Да, мы как бы тянем своего противника, и в тот момент, когда мы его притягиваем, мы можем дать любой контроль безнаказанно, и он пройдет. То есть, он тянется к вам, вы даете контроль, и он в контроле. Ну, откат у него, конечно, 24 секунды. Да, ну, если бы был меньше откат, то это безнаказанный контроль, там, скажем, раз в 9 секунд, это было бы слишком имбово. Ну, да. По первой ветке у нас удочка превращается в даггер, который у нас опрокидывает. То есть, вы кидаете, и на 3 секунды опрокидываете. Отправляете. Как его качают? А в PvP в основном качают на 2 поинта по второй ветке. Превращают в удочку. А в PvE, ну, качают, как правило, на 1, просто для регена ци. Три ци и раз в 9 секунд нормально. Понятно, хорошо. Также на Z у нас есть рой лезвий. Причем, почему-то иконки разные при прокачке, но название не меняется. Две разных ветки. Ну, это, так сказать, скилл для выхода из стойки фантома. Угу. То есть, надо выйти из стойки фантома, кинули Z и вышли. Которая наносит урон. Нехилый. И регенит 4 ци. Судя по всему, в русской версии это называется не стойка фантома, а использование клинков ливня. Клинок. Условия использования. Ну, в основном, уже на 50-м контенте, ее качают на 1 поинт ради регена 4 ци. То есть, вы кинули ее, пусть она там попадет, не попадет у вашего противника, заблочит, заинвулит. Вам в любом случае, регенит 4 ци. Хотя тут есть условия при успехе приема. Видимо, не раляет. Хорошо, на X у нас есть мощный пинок из стойки воина. Качает ли его? Да, конечно, это наша пресловутая тапка, от которой у всех почему-то горит. Прокидывает на 2 секунды, 9 секунд 3 кд. Интересно. То есть... Качает, наверное, по 1. По 1, конечно. То есть, у противников горит, потому что у нее откат 9 секунд. Просто 9 секунд. Вы даете QE, обходы вот эти, да? Даете тапку и 100% опрокидываете своего противника. А если он еще в это время еще кастует какой-нибудь скилл или стоит в блоке, то вы его станете. Ну и уже понятно. Неприятная тапка, очень неприятная. Просто пнул тапкой и все. Клинки-защитники. Хочу заметить то, что больше всего горит от этой тапки у Дестров и у Лусэма. Больше всего. Хорошо. Клинки-защитники. Что такое? На членов группы в зоне действия. Сопротивление стрельбе. Снижение получаемого урона на 15%. Ну, это значит, что этот скилл активируется в стойке Фантома, небесных клинков, да? Клинков Ливня. Клинков Ливня, да. Если вас бьют какими-то дистанционными атаками, пока висят эти щиты, вам регенится 1% ХП. То есть полезно. Против форсмастеров, против катаводов полезно. То есть им нет смысла вас бить, поэтому вы можете что-то попробовать сделать. Аж Квал Ливня, я смотрю, из той же самой стойки. Несколько раз наносит 48-60 единиц урона, удар тьмой. Ну, то есть это как в стойке Фантома дополнительный такой дот-урон, я бы сказал. Вы кидаете на противника, ну и оно дамажит. Простенько. Ничего хитрого. На С у нас есть толчок плечом, ослабление на 2 секунды. Три разных ветки. Это наш основной, хочу заметить, скилл для восстановления ХП. То есть это 10% ХП. Оно понятно. А вот прокачки зависят от вашего стилей игры. Либо первая, либо вторая, я так понимаю. Да, нет, в будущем будет еще использоваться третья. То есть третья сейчас нет восстановления ХП, поэтому... А ее и не будет, она просто станет дистанционная. Да, то есть это будет у вас еще один такой дэш с двумя секундами этого ослабления. Надо приблизиться ослабить. Кинули, приблизились, ослабили. Все, нормально. Нет, потому что я вижу, качает ХП, наверное, по первой ветке. Потому что ослабление на 3 секунды. Либо по первой, либо по второй. Это все зависит от вашего стиля игры. То есть по первой это чисто ослабление. И оно кастуется вот на 3 метрах. А вторая ветка с теми же эффектами, но ее можно кастануть не по таргету. То есть ее можно дать и даже в воздух. И у нее 5 метров рейнджа. То есть тут все зависит от вашего стиля. КД больше на 36 секунд становится вместо 24. Да, 12 секунд, конечно. Обидно, что там КД повышенная. Но это все зависит от вашего стиля игры. Окей. Клинок Грома качается по двум веткам. Причем по второй он становится пронзающим клинком. Это Фантом. У нас стойка. Ну, значит, ПВЕ качается по первой ветке. Оно понятно. Дополнительный урон. А по второй ветке это как раз тот пресловутый скилл с дистанционной слабостью. То есть кинули Фантом, да? Кинули Цэшку. И если противник ее не заинвули, он отправляется в слабость. И можно вот как раз его подкинуть в воздухе, да? И... Ну, как бы потом ворваться с каким-то контролем, если он даст свою Ф-ку. То есть дистанционная слабость. Больше не вижу смысла что-то об этом говорить. Очень решает. Так, а призыв клинков ливня из стойки воина используется? По двум качается? Это, так понимаю, переход Фантом? Да, это переход Фантом. Ну, значит... В ПВЕ качается по второй ветке на два. Нет, на один. Второй ветке на два. Ну, понятно, дополнительный урон. А в ПВП тут все зависит от вашего противника. Например, против Ассасина качается по первой ветке на два поинта. Чтобы, если он там рядом, то нажали В-шку и как-то его выбили из инвиза. Если вам нужен дополнительный выход из захвата или какого-то удержания кунг-фу мастера, там, дестройера, котовода, то качается на три. Там, ну, появляется там выход из... ну, можно использовать во время захвата. Угу. Полезно. Угу. Это так. Понятно. Буря Клинков на В-шке также. Ну, это уже Фантом стойки. Ну, это при каждом попадании вам регенятся две Ц. Наносится какой-то незначительный урон вашему противнику. Угу. Хорошо. Окей. Так, на Кюшке у нас обходной маневр. Маневр стойка небес. На Е тоже самое, только из стойки воина. Ну, то есть, Ку вы юзаете, чтобы из стойки фехтования, стойки воина, да, прийти в стойку небес с 8-ми секундным кулдауном. Вот как раз то, что вы спрашивали. И АЕ-шка используется для тех же целей, только чтобы сменить стойку обратно. Интересно. А, рывок влево, рывок вправо. Слушаю, очень интересно. Он такой мобильным выглядит. На W у нас всякие ускорения. Это все понятно и стандартно. Ну, я бы сказал такое, то что я видел на каких-то стримах то, что на Ruofy почему-то эти два скилла открыты. Почему-то. Я не знаю почему, но они открыты. В смысле открыты? Ну, были открыты. То есть, можно было использовать. Хотя, даже на Корее сейчас они закрыты. Их нету. Ну, вот они просто закрыты, и все, их нельзя использовать. Необходимо... Необходимое задание, информация недоступна. Необходимое задание, информация недоступна у этих скиллов. Ну, значит, тогда на том стриме эти два скилла прописали. Ну, да, наверное, случайно. Уклонение у нас есть. Причем он даже прокачивается. Ну, да, качается на один. Лишний выход в стойку. Быстрый спуск. Ну, это тоже все понятно. Парение и бег с препятствием. В целом, все мы рассмотрели. Внезапно. И быстро. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Киришук, а кого обсудим в следующий раз? Вроде как вы хотели обсудить то ли кунг-фу мастера, то ли форс-мастера. А ЛСМ не хочешь? Разбираешься в ЛСМах? В ЛСМах? Я могу подсадить человека, который разбирается. Хорошо. Большое спасибо Киришу, ребят. Вам большое спасибо за то, что слушали. Не забывайте подписываться на наш канал. Мы продолжим выход таких видеогайдов. В следующий раз разберем, не знаю, возможно, катаводов даже разберем. Найдем специалиста по катаводам. Кстати, правильно их катаводами называть? Вы их так называете? Да. Катавод, сумонер, шаурма. Сумонер. Барсик. Да нет, барсика там не было. Есть еще более такие матные определения. Но я думаю, это неуместно. Ток-ток. Да, понятно. Ладно, обсудим мы в следующем катафилы. С вам, ребят, еще раз спасибо за то, что смотрели. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok